12 декабря 2020 года в бассейне, построенном на средства ЗАО «Совхоз» имени Ленина, оператор фитнеса «Люби Фитнес» организовал открытое первенство по плаванию. Соревнования прошли в двух возрастных группах. Утром с 10 часов началась регистрация участников 2016 и 2013 годов рождения. После регистрации были проведены заплывы для детей с 4 до 7 лет. В 11 часов регистрация состоялась для более взрослых детей 2012-2005 годов рождения. Но они разыграли комплекты наград только после показательных выступлений спортсменов по плаванию, водному полу и синхронному плаванию. Зрителям была показана шоу-программа детского театра на воде «Арт энд Ватер», присутствующие на соревнованиях официальные лица поблагодарили организаторов за высокий уровень обеспечения безопасности и зрелищности. Это дворец водных видов спорта, где можно реализовать себя в любом виде спорта, что касается и водного пола, и синхронного плавания, и спортивного плавания, и, может быть, даже впоследствии, может быть, даже какие-то и прыжки в воду, когда это еще разовьется. Поэтому я поздравляю всех участников соревнований. Это первые соревнования наших детей, которые занимаются уже три месяца и жаждут такого соревновательного духа, чтобы показать свои навыки, которые они получили. Среди этих девчонок и мальчишек, я уверен, через несколько лет, через 5-7-10 лет мы увидим наших будущих чемпионов, потому что здесь все есть условия для того, чтобы ковать этих чемпионов. А сейчас будет плыть Потапкина Ника, это дочь моего зама. Они сейчас 50 метров, да? 50 метров, да. Сейчас, подожди, вон она, Ника. Вон она, в сиреневом, в очках, в терминге. Засиделась, засиделась на старте. Молодец, молодец. Подожди, я болею. По крайней мере, она уже на третьем месте. Сейчас она уйдет на второе. Ника, давай! Давай, 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 второе, первое сейчас будет. Все остановились. Это сломалось. Давай, давай! Ура! Все. Все. Видите, какая там девочка нарванула быстро? Ну да. Подустала. Все. За кого болеете? Занеку Потапкину. У нее второе место. Но она засиделась на старте, не слышала команды судьи, поэтому немножко задержалась. Так бы она первое место заделась. Зная наше. Она моя соседка. И мы каждое утро выходим вместе в школу. Потому что она в одном классе с моей дочерью. Поэтому я болею за своих, естественно. Это процесс такой. Павел Николаевич поболел за свою соседку, которая плыла по третьей дорожке. В завершении он дал интервью нашему каналу ТВ-софхоз и пожелал всем быть здоровыми. Очень приятно, что наши побеждают. Видно, что вот эти 3-4 месяца, которые они занимались, не прошли даром. У них хороший потенциал. И приятно, что дети получают награды. Тем более, что софхоз выделил каждому участнику, независимо, какое место он займет, какой подарок, чтобы они понимали, что их труд, а все-таки спорт и занятия – это труд. Он должен быть вознагражден. Поэтому маленькие дети с медалями, с дипломами, с наградами – это всегда труд. Поэтому я думаю, что вот это мероприятие будет проводиться постоянно. Мы будем часто спонсорами этого мероприятия. Тем более, что здоровые дети – это, знаете, как счастье страны, это когда здоровые, сильные, умные люди. Вот это самое большое счастье для всех без исключения. И для родителей, и для власти, и для всех. С вами был ТВ Совхоз. Спасибо, что смотрите нас и поддерживаете. Пишите комментарии под видео, ставьте палец вверх. И до новых встреч на нашем канале.